Евангелие Луки, глава 14, стихи 31-33 Кстати, слова так всякие из вас, кто не отрешится всего, что имеет, не может быть моим учеником, как раз определяют как статус ученика, так и цену, какую необходимо заплатить за свое ученичество, как раз вот являются истолкованием этой притчи. Нам доподлинно известно, что каждая притча в Писании уникальна тем, что несет и заключает в себе принципы и законы Божьего Царства, которые главным образом выстраивают и определяют уникальные взаимоотношения между Богом и Его святым народом. Согласно смыслового значения данной притчи, взаимоотношения между Богом и Его детьми – это взаимоотношения двух царей или двух суверенных сторон и личностей, которые в лице имеющегося у них войска царствуют над собою. Один из царей символизирует Христа, а другой – человека, претендующего на право быть учеником. Исходя из Писания, ученик – это последователь учения своего учителя. Мы знаем, что в древности, чтобы быть учеником, человек в буквальном смысле слова обязан был оставить все и последовать за своим учителем, куда бы он ни пошел. Только таким образом ученик получал право служить своему учителю, что во все времена являлось высочайшей привилегией. В силу таких отношений между учеником и учителем возникали и выстраивались весьма глубокие и близкие отношения, которые уподоблялись отношениям между любящим и заботливым отцом и любящим сыном, ревностно служащим своему отцу и преследующим и представляющим интересы своего отца. Вот почему в Писании ученик всегда называет своего учителя отцом и господином, а учитель своего ученика называет сыном и слугою. Благодаря таким отношениям ученик еще при жизни своего учителя разделял с ним его судьбу и часто выступал в роли своего учителя или представлял его интересы. Когда же учитель умирал, то все его достоинство, положение и состояние по праву переходило не к сыновьям по плоти, а к ученику. Этот принцип хорошо проиллюстрирован на примере Ильи и Елисея, который, чтобы служить пророку, оставил все и последовал за ним. В силу чего, когда Илья был взят на небо, дух Ильи сошел на Елисея. В этой притче интересен тот факт, что Иисус образно предстает царем, царствующим над двадцатью тысячами, в то время как кандидат на ученичество царем, царствующим над десятью тысячами. Первоначальные отношения между этими двумя царями определяются как враждебные и как преследующие каждого свои собственные цели и свои собственные интересы. В силу чего между ними возникает военный конфликт. Иисус, как царь, царствующий над двадцатью тысячами, выступает войною и претендует на государство, над которым претендент на право быть учеником царствует над десятью тысячами. И тогда претендент на ученичество, поразмыслив и взвесив все за и против, принимает разумное решение и посылает посольство о мире, через которое он отказывается от всего того, что имеет, и передает как самого себя, так и все свои полномочия царю с превосходящими силами. При этом следует учитывать, что Иисус никогда не будет претендовать на то, что ему не принадлежит по праву. Ведь претендент в данной притче принял решение следовать за ним, не изменив при этом своих приоритетов. И его сокровищем продолжало являться то, что было связано не с небом, а с землей. Всего чего и возник военный конфликт. Дело в том, что в Писании число десять напрямую связано с законом Моисея, или с надеждой на свою плоть, в то время как число двадцать связано с надеждой на благодать. Потому что об Рязани, пишет Павел, мы служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, филиппийцам 3.3. В силу этого добровольно отрешиться от всего, что мы имеем, в пользу и на право быть учеником Господа означает в отдавании десятины приношений отдавать самого себя в полное распоряжение Господа и искать Царство Божие и Его силы. В то время как в законе человек, отдавая десятую часть, в первую очередь искал благословение, связанное с землей. А посему в Новом Завете отдавание Богу десятины приношений в корне меняет свои приоритеты. Человек в отдавании Богу десятины приношений ищет Бога, поклоняется Богу и выражает Ему свою любовь. А Бог со Своей стороны берет на Себя заботу о приумножении Его состояния. Матфея 6.33 говорится, «Ищите же прежде Царство Божие и правды», то есть в праведности Его, и это все приложится вам. Интересная притча, повторяю, где два царя враждуют. То есть человек хочет следовать за Господом, но в то же время хочет, чтобы Бог начал заботиться о его земном и преследует земные цели. Разумеется, это настраивает Бога на вражду, и он выступает против человека, который называет себя христианином, учеником, но продолжает и пытается использовать духовные принципы для материального обогащения. И тогда против него выступает Господь, то есть благодать выступает не за него, а против его. Но когда он видит превосходящие силы, а хочет быть учеником, хочет следовать за Господом, тогда он убирает плоть в сторону и говорит, «Хорошо, Господи, Ты победил. Я оставляю плоть на Твое попечение и буду заботиться о Духе». Наша забота заботится о Духе. Потому что там средоточие Царства Небесного, там находится Святой Дух, там находятся законы Царства. Они не во плоти, они в нашем Духе. И когда мы передаем Богу власть, тогда наш Дух начинает царствовать над плотью. То есть достаточно Церкви находиться в положении, когда их плоть царствует над их Духом, когда они заставляют Дух в угоду своей плоти выполнять свои вожделения. Поэтому мы сейчас будем служить Господу десятинами и приношениями. Будем поклоняться Ему, будем выражать свою любовь и признавать Его власть. И будем в этом приношении искать Царства Небесного, искать то, что служит интересам Божиим. И будем петь песню «Я хочу увидеть город в Ишине». И, разумеется, Господь позволит нам увидеть этот город в лице Вышнего Иерусалима, чтобы мы могли за плотью рассмотреть внутреннего человека друг в друге и могли восхищаться, потому что небеса восхищаются внутренним человеком. Ангелы буквально трепещут от этого, потому что все откровения Бога и о Боге они получают через нашего внутреннего человека. Встанем, пожалуйста, будем служить Господу, будем поклоняться Ему, признавать Его власть над собой и выражать свою любовь. И так нам достоверно известно, что всякий раз, когда Израиль приносил десятины приношения в Дом Божий, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение и молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа Я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, Я не отдаю в печали, и Я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Благослови вас, Господь.